Добрый день! Мы рады приветствовать вас на вебинаре компании Axelot. Тема сегодняшнего вебинара – 1СВМС на складах крупных региональных дистрибьюторов. Напоминаю, что в конце вебинара вы можете задать интересующие вас вопросы, написав их в специальном окне ниже в панели управления. Также материалы текущего вебинара вы можете найти на страничках YouTube или на сайте Axelot и Axelot Logistics. Сейчас хотелось бы проверить звук. Если вам не слышно, нажмите, пожалуйста, на значок поднятой руки на панели управления. Точнее, если слышно. Значок поднятой руки. Как мы видим, почти у всех собравшихся со звуком все в порядке. Если есть какие-то проблемы, попробуйте решить это в настройках компьютера или отключиться и снова подключиться. Итак, мы начинаем. Ведущими сегодняшнего вебинара будем мы, Теола Жамиля и Мария Чавардаева. Собственно, вебинар начнем с краткого представления компании. Буквально несколько слов, чем занимается компания. Компания Axelot – направлением деятельности компании является автоматизация и оптимизация процессов. Автоматизацией мы занимаемся на базе программных продуктов линейки 1С. В частности, контуры автоматизации, за которыми мы беремся, это, естественно, складская транспортная логистика. Также занимаемся автоматизацией материально-технического обеспечения, нормативно-справочной информацией, причем не только автоматизацией, так и нормализацией данных. Автоматизацией занимаемся торговой деятельностью предприятий, финансового учета, управленческого, корпоративного учета. А также инвентаризация и управление имуществом. Помимо этого, компания Axelot предоставляет услуги в области IT-консалтинга, удаленной поддержки и сопровождение IT-систем. Также делаем проекты по проектированию и оптимизации высоконагруженных систем. Компании 15 лет, сейчас работает более 300 сотрудников. Есть у нас офисы в Москве, в Кирове, в Иркутске, в Твери. Также есть офис в Санкт-Петербурге и в Алмате. Совместно с фирмой 1С компания Axelot разработала ряд решений, которые представлены на данном слайде. Одним из первых решений была 1С-логистика управления складом, выпущенная в 2004 году. Далее последователи продукты 1С-управления перевозками в 2007 году, управление нормативно-справочной информацией, материально-техническое обеспечение, инвентаризация управления имуществом. И в 2012 году вышла новая версия нашей 1С-логистики управления складом. Клиентами компании Axelot являются предприятия из различных отраслей. На текущем слайде вы видите логотипы многих наших клиентов. И в частности в рамках текущего вебинара мы приведем в пример пару клиентов, которым делали проект автоматизации склада. То есть это будут как раз дистрибьюторы. Передам слово Марии Чавардаевой. Далее, коллеги, хотелось бы рассмотреть особенности внедрения ВМС-системы на складах крупных дистрибьюторов. Те особенности, которые мы можем выявить в рамках внедренных проектов. Вообще, внедрение ВМС на складе крупного дистрибьютора имеет ряд своих особенностей. Здесь речь, скорее всего, пойдет об автоматизации высокоинтенсивного склада. Эффективная работа такого склада является ключевым элементом эффективности работы всего предприятия в целом. Ведь руководству всегда важно поддерживать высокие темпы роста бизнеса. И, соответственно, если какое-то звено работает нестабильно, то это напрямую отражается на работе всего предприятия в целом. При внедрении проекта автоматизации на складе крупного дистрибьютора всегда важно найти необходимые и достаточные уровни автоматизации. Когда мы имеем дело с таким складом, уровень автоматизации, скорее всего, будет максимальным для того, чтобы обеспечить требуемую точность и скорость сборки заказа. Основной упор в рамках проекта будет делаться на проработку технологии работы на каждом участке склада. Здесь очень важно продумать саму технологию работы еще до старта проекта автоматизации, так как она в большинстве случаев потребует изменений. Очень часто в рамках внедрения проекта в такого уровня мы рекомендуем сначала провести некий логистический аудит процессов, после чего уже накладывать систему управления складом. Как правило, в случае автоматизации склада крупного дистрибьютора мы имеем дело с большим объемом заказов, интенсивной работой, часто это работа 24 на 7. Поэтому особенно важна проработка технологии именно на этапе сборки заказов, так как основная задача, в принципе, сводится к сокращению и оптимизации данного участка. Кроме того, процесс наведения порядка на складе дистрибьютора часто сопровождается оптимизацией процесса доставки. Поэтому внедрение в МС дополняется системой планирования по работе доставки грузов и, соответственно, дополняется системой ТМС. При проработанной технологии, правильно выбранном уровне автоматизации, помимо основных эффектов от внедрения, таких как увеличение скорости обработки операций, минимизация ошибок, контроль на работу персонала, вместе с внедрением системы производится оптимизация самих бизнес-процессов. И, соответственно, постановка новой технологии работы всего складского комплекса. И в результате чего, соответственно, компания получает более высокий уровень обслуживания клиентов, увеличивается пропускная способность склад за счет оптимизации хранения, производится рост производительности труда персонала, ну и, соответственно, более эффективно используем те имеющиеся ресурсы складские, такие как складское оборудование, персоналы и так далее. Далее хотелось бы на примере рассмотреть, на примере наших запущенных проектов, некие особенности внедрения ВМС-системы на складах такого класса. Первый кейс посвящен компании «Невада». Компания является крупнейшим поставщиком продуктов питания на Дальнем Востоке. Компания имеет развитую сеть филиалов и контракты ведущих мировых производителей, такие как «Марс», «Миливер», «Маккофе», «Вимбельдам». Общие складки по площади компании более 24 тысяч квадратных метров, но в основном склады класса «Б». Склады, соответственно, находятся по всему Дальнем Востоку, то есть это различная территориальная удаленность. Основная цель данного проекта была внедрение системы исполнения цепочки поставок компании. Ну и, соответственно, реализация данной ключевой цели обеспечивает достижение следующих результатов. Во-первых, это достижение прозрачности обработки товарных запасов, оптимизация процессов доставки, увеличение скорости и качества выполнения операций, снижение ошибок персонала, обеспечение, соответственно, стопроцентного контроля работы персонала, в частности, внедрение голосовых технологий на этапе сборки товара и предоставление биллинга собственных операций. В рамках особенностей проекта что можно отметить? Во-первых, хочу сразу сказать, что проект автоматизации предшествовал логистический аудит, бизнес-процессов. В рамках данного проекта логистический аудит выполнялся собственными силами заказчика, а уже под новую схему работы склада подбиралось решение ВМС. Также в рамках проекта стояла задача интеграции всех систем в единое информационное пространство, о чем я чуть позже расскажу. Запуск необходимо было осуществить в кратчайшие сроки. И также свою сложность вносила конструкция пилотного склада, пилотного объекта, на котором, собственно, проходило первое внедрение. Склад представляет собой трехэтажное здание, поэтому в рамках внедрения тоже внесло свои особенности. Ну и, соответственно, использование картографического сервиса для планирования маршрутов доставки. Пилотным объектом запуска компании «Невада» явился склад, расположенный в Южно-Сахалинске, общей площадью 6 тысяч квадратных метров. На складе было полностью в рамках логистического аудита заменено стеллажное оборудование. Вместо полетных широкопроходных стеллажей были установлены полочные и гравитационные стеллажи. Также в качестве организационных рамок хочу отметить необходимость автоматизации доставки в розничные точки. То есть, в принципе, у компании множество розничных точек, в которые необходимо доставлять продукцию. И, соответственно, стояла задача подобрать наиболее оптимальный маршрут доставки для того, чтобы сократить затраты на перевозку. Также производятся транспортные перевозки между складами. То есть, между региональными складами компании производится перемещение продукции. И, как следствие, после запуска пилотного склада необходимо было осуществить тиражирование систем в филиалах, в других филиалах компании. Это в городе Благовещенск, Находка и в городе Вологевосток. Собственно, функциональный рамп проекта, что было внедрено в рамках поставленных целей и задачи. Во-первых, для обеспечения потребности доставки грузов и контроля сокращения затрат на перевозке была внедрена система 1С-ТМС. А для обеспечения контроля складских операций 1С-ВМС. Вот, собственно, о чем я говорила несколько ранее. Интеграционная схема взаимодействия систем, которая несла свои особенности в рамках реализации проекта. В компании, так сложилось исторически, используется в рамках каждого филиала несколько разрозненных информационных баз. То есть на схеме мы здесь можем увидеть, это схема КИС, которая разработана на платформе 7.7. Соответственно, каждое юрлицо велось в отдельной информационной базе. И этот зоопарк-баз нужно было каким-то образом объединить, интегрировать с двумя системами 1С-ВМС, 1С-ТМС. В качестве интеграционного слоя было придумано некое промежуточное звено, это системы ERP. То есть все заявки изначально из различных баз скидывались в ERP, которые уже дальше транслировало ВМС и ТМС посредством веб-сервисов, заказы и, соответственно, план поставки. Таким образом было реализовано единое информационное пространство. Далее особенности. Формирование рейсов доставки. То есть что было до и что было не после. И как формировались рейсы доставки до внедрения ТМС на пилотном объекте Южно-Сахалинска. Адреса доставки были привязаны к конкретной зоне. И доставка в данную зону или адрес осуществлялись одним транспортным средством. То есть что в принципе было достаточно неоптимально. Маршруты и пробеги транспорта никак не учитывались. И, соответственно, их было излишнее достаточное количество. Соответственно, с внедрением функционала автоматического формирования рейсов. Формирование маршрута производится на Тарте. Где диспетчер может динамически определять зону доставки и входящие в нее заявки. А также, соответственно, подбирать наиболее оптимальное транспортное средство согласно весогабаритным характеристикам грузов. Также был оптимизирован процесс возврата документов. То есть если раньше водитель уезжал в рейс с сопроводительной документацией, и она в принципе могла и не вернуться обратно в компанию, то есть документы терялись, оставались у водителя, то с внедрением ТМС, в котором было реализовано некое рабочее место контроля возврата документов, в принципе рейс не закрывается до момента сдачи документов водителям. То есть когда водитель возвращается из рейса, производится сканирование штрих-кодов документов, и только после этого производится закрытие маршрута, и, соответственно, водитель может быть свободен. Также в рамках системы ТМС производится расчет и анализ затрат на перевозку груза. То есть изначально в систему вводятся сначала плановые показатели затрат на исполнение рейса, а дальше уже по факту исполнения производится автоматический расчет фактических затрат, в том числе расчет затрат на ГСМ, расчет зарплаты водителя или экспедитора, в зависимости от объема, массы, количества точек, обработанных в рейсе, и, соответственно, распределение затрат по рейсу по различным показателям. С точки зрения оптимизации работы на складе, то есть что было сделано? Во-первых, организация адресного хранения. Я уже говорила о том, что с внедрением проекта была оптимизирована сама структура хранения, то есть из напольного и палетного хранения были установлены гравитационные и полочные стеллажи. ВМС, соответственно, производит управление топологией склада, внедрено адресное хранение, внедрена 2D-визуализация топологии, которую мы, в принципе, можем наблюдать на данном слайде. То есть диспетчеру склада легко и просто ориентироваться не только физически на складе, но и, соответственно, в интерфейсе системы на тему того, как стеллажи установлены, как расставлены взаимодействия между ячейками. В системе ведется учет по срокам годности, по партиям. В случае отсутствия штрих-кода производится маркировка товара на входе и, соответственно, его дальнейшее прослеживание на всех участках склада. Реализован учет товара в разрезе проектов. Что здесь имеется в виду? Как я уже говорила, в компании ведется учет товара по разным юрлицам, так называемым проектам. И, соответственно, в рамках внедрения системы управления складом стояла задача учитывать биллинг внутренних операций. Соответственно, товар разных проектов или разных юрлиц в системе учитывается как товар разных поклаждателей, и, соответственно, мы можем посчитать затраты на обработку каждого проекта, каждого товара в нем. С точки зрения обработок заявок клиентов на складе, какие особенности были реализованы в рамках проекта? Опять же, все связано с учетом товара и учета проектов с разными юрлиц. Заказы поступают из различных организаций по разным проектам. Соответственно, эти заказы формируются отдельным документом в корпоративной информационной системе. До внедрения системы в ОМС такое разделение сильно затрудняло сборку заказов. Сейчас в ОМС используется следующий механизм. При загрузке заявки из КИС в ОМС производится консолидация всех заказов в один по принципу адреса доставки, по принципу принадлежности контрагенту. И, соответственно, в свою очередь это ведет к сокращению времени сборки и пробега сотрудников по складу. Также был реализован процесс пополнения зоны отбора гравитационных стеллажей по потребности по заказам. Здесь подпитка формируется в двух вариантах. Первый вариант, в котором задачи могут создаваться по мере достижения заданного минимального значения. Второй вариант – это так называемое пополнение до полного. Такой вариант срабатывает согласно заданному регламенту в определенное время суток. То есть, по сути, срабатывает регламентное задание, которое выполняет пополнение ячейк отбора до максимального значения, несмотря на то, что минимальный порог может еще не наступить. С точки зрения сборки заказов используется так называемый кластерный отбор. То есть, в основном отбор представлен штучный-коробочный, и вот как раз штучный отбор производится одновременно по нескольким заказам. То есть, сотрудник склада на рофле сразу берет несколько лотков или контейнеров сборки по, например, четырем заказам и идет собирать товар. Сборка может производиться по бумажной технологии. Тогда сотрудники склада с помощью стационарного рабочего места сканируют штрих-код бейджика, получают соответствующее задание. Система распечатывает автоматически на бумажный лист отбора и, соответственно, по нему производится сборка. Как только задание завершено, сканированием штрих-кода с бумажного носителя задание завершается. Либо сотрудники могут выполнять задание с помощью терминала сбора данных. В принципе, алгоритм такой же, только задание автоматически поступает не на бумажный носитель, то есть стационарное рабочее место, а сразу на терминал сбора данных. По итогам сборки производится печать упаковочных листов и этикеток, содержащих информацию о составе груза. Также для идентификации лотков, в которых производится сборка, либо на бумажном носителе, либо на терминале сбора данных, цвет лотка выделяется непосредственно в интерфейсе, что в свою очередь в дальнейшем упрощает идентификацию собранного товара и упрощает выполнение дальнейших операций контроля собранного товара. Контроль также производится с помощью стационарного места, с помощью подключенного сканера считания штрих-кода, в котором сотрудник может взять собранный лоток с товаром и отсканировать штрих-коды каждой коробки или каждой штучки для того, чтобы проконтролировать полноту собранного заказа. Такая же операция может выполняться и с терминала сбора данных, то есть в зависимости от потребностей на текущий момент сотрудники могут работать по двум из предложенных технологий. И по результату сборки производится групповая печать сопроводительной документации, это и маршрутные загрузочные листы, шотфактуры, накладные ТОР-12 и 1Т, которые уже непосредственно передаются водителю для доставки и для передачи клиентам. По итогам внедрения системы функционали бумажной и терминальной технологии на данном складе, на складе пилотном в городе Южно-Соколинск была внедрена голосовая технология на этапе сборки заказов. То есть сотрудники комплектуются беспроводным мобильным устройством и гарнитурой и, соответственно, отбирают товар по голосовой команде. Хочу сразу отметить, что выбор той или иной технологии регулируется руководителем склада, то есть в зависимости от текущей потребности или от скорости необходимой, собрать товар, например, на следующий день, выбирается та или иная технология сборки. Ну и, наконец, о результатах проекта. На текущий момент автоматизировано 40 рабочих мест, это 15 стационарных и 25 мобильных. Вот уже буквально на днях выполнено тиражирование системы на складе в городе Благовещенск. Это еще один филиал компании «Невада». Используется терминал избора данных «Моторола» и «Интермек». Соответственно, создано единое информационное пространство для исполнения цепочки поставок. Ну и, что касаемо эффектов, за счет того, что была создана единая зона погрузки и маршруты теперь формируются, согласно карте интегрированной системы ТМС, произошло сокращение 50% транспортных единиц. Увеличилась также производительность труда. По оценкам директора по логистике компании «Невада», производительность увеличилась 4 раза. То есть теперь сотрудники отбирают около 150 срок подбора в час. Сами логистические издержки сократились на 43%. Ну и, соответственно, была введена система управления затратами по производителям, то есть, по сути, внутренний биллинг своих операций и прослеживаемость цепочки поставок на всех уровнях. Это и склад, и транспорт. Далее передаю слово Жамиле, которая расскажет об особенностях автоматизации распределительного центра в компании «Сибирской кондитерской компании». Спасибо, Мария. Собственно, опять же, начнем с повествования краткого о компании. Сибирская кондитерская компания основана в 1994 году. На текущий момент это крупнейший дистрибьютор на рынке продуктов питания в Сибири. Поставляют кондитерские изделия, чай, кофе, бакалеи, напитки, консервные товары и новогодние подарки. Поставки осуществляются как в крупные розничные сети, такие как «Окей», «Пятерочка», «Командор», «Каравай», «Красный яр», так и в небольшие розничные точки. Компания имеет 7 собственных региональных складов, более 4 тысяч точек доставки. На складе хранится более 8 тысяч наименований товара. И о характеристиках складского комплекса. Складской комплекс класса А. Общая площадь 26 тысяч квадратных метров. 8 тысяч СКЮ, из них активных 6 тысяч. Склад работает круглосуточно, 6 дней в неделю. В сутки обрабатывает до полторы тысячи заказов. А заказы в среднем имеют 30 строк. Запас мощностей склада позволяет ему наращивать свою пропускную способность до 2000 заказов в сутки. Заказы бывают как мелкие, там от 10 штук, так и крупные по несколько десятков палет. Также склад имеет подведенную железнодорожную ветку, тупик, вместимостью до 9 вагонов и рампу специализированную. 23 доковых зоны и собственный автопарк компания имеет из 40 единиц автотехники. Какая стояла задача перед внедрением? Поскольку склад был новый, то есть компания построила новый склад, и необходимо было свести туда товар с нескольких небольших складов, то есть нужно было автоматизировать распределительный центр на новой площадке. В связи с этим переездом стояла задача отработать всю новую технологию грузообработки, поскольку как меняется конфигурация склада, меняется объем заказов, нагрузка на один склад увеличивается, поэтому требуется и переработка, и оттащивание технологии. Также необходимо было помимо того, чтобы оптимизировать технологические процессы, затем их автоматизировать. Одной из таких главных задач также стояло уйти от влияния человеческого фактора, также увеличить производительность труда и улучшить качество работы. Компания планировала помимо хранения собственных товаров также оказывать услуги ответственного хранения, необходимо было преднастроить базу для такой деятельности. Ну и иметь возможность управлять складом в режиме реального времени, чтобы в случае необходимости оперативно предпринимать меры по оптимизации. Что можно отнести к особенностям этого проекта? Это сложные требования к формированию заданий на отбор, поскольку заказы были как в палетах нужно было отбирать, так и в штуках. Соответственно, склад был разделен на зону палетного хранения, и была антресоль с полочными стеллажами. В заказы могли попасть товары и с одной зоны, и с другой. Система должна была правильно распределять задачи для отбора и свозить их в зону консолидации с последующей сортировкой. Необходимо было учитывать товар по срокам годности и партиям, причем требования к срокам годности в зависимости от клиента компании были разные. То есть для сетевых розничных магазинов свои требования, для мелких розничных точек они более простые требования. Также необходимо было автоматизировать учет выработки и учет тары, учет услуг ответственного хранения. Проект был осуществлен в две фазы. На первой фазе проекта был автоматизирован небольшой участок склада, это 40% от общего объема по товарной группе. После того, как отработана была технология на этом участке, во второй фазе мы автоматизировали остальной склад и с учетом 100% ассортимента. В рамках проекта было автоматизировано 40 мобильных рабочих мест, также использовались терминалы Моторола и автоматизировано 10 стационарных рабочих мест. Какие эффекты получил заказчик в результате автоматизации? Увеличилось количество отбора заказов и уменьшилось число возвратов в 4 раза. Производительность труда сотрудников возросла на 15%, снизились потери товара на складе на 20%, зависимость от человеческого фактора сведена практически к нулю, была запущена система учета труда на основании нормативов и выработки, были автоматизированы все бизнес-процессы на складе, и то, что нам нужно было достичь, это выполнялся контроль по срокам годности с учетом различных требований, поддерживались принципы FIFO и LIFA для определенных видов продукции. Ну и склад работает в режиме реального времени. Собственно, на том завершается наш сегодняшний доклад. Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете задать их в окне специальном. Собственно, вы можете задать их в окне специальном. Коллеги, мы ждем ваших вопросов. Пока только вопросы технического характера. У кого-то не работал звук. Поступил первый вопрос по стоимости. Ответим, что нет определенной какой-то одинаковой стоимости для автоматизации всех складов. Это вопрос достаточно индивидуальный. Вы можете нам позвонить. Мы обязательно проанализируем ваши потребности. Можете ездить на склад, посмотрим, после чего предоставим уже непосредственно оценку бюджета по автоматизации вашего склада. Материалы докладов можно будет получить. Мы можем выслать как презентацию в электронном виде, так и в скором времени через пару дней вебинар будет выложен на наши странички в YouTube. Тут коллеги просят рассказать более подробно о голосовом отборе в проекте «Невада». В общем, в виде отбора работает следующим образом. Сотрудник получает голосовую команду «Подойти к ячейке». Система называет код ячейки. Кладовщик подходит к этой ячейке и вслух произносит контрольное число, которое также наклеено рядом с адресом ячейки. Если он подтвердил правильное контрольное число, система переходит к следующему этапу задания, это отобрать нужную номенклатуру. Кладовщик, соответственно, голосом подтверждает, что он взял какое-то количество, например, взял один или взял два, в зависимости от необходимости задания. И, соответственно, задание завершается. Также есть вопрос, работает ли система с планшетами и смартфонами. На самом деле, если мы говорим об автоматизации мобильного рабочего места, то мобильный клиент, устанавливаемый на терминал сбора данных, необходима операционная система Windows Mobile CE 6.0 либо 5.6. Соответственно, все зависит от самого устройства. Не все смартфоны и, мне кажется, там планшеты имеют такую операционную систему. Почему? Потому что там в основном стоит Android, а на промышленных терминалах, именно вот такого промышленного назначения, защищенных и так далее, туда пока еще Android не устанавливают. Посему, как только начнут, то мы и наш мобильный клиент под этим настроим. Вы получили вопрос, используется ли функционал управления прилегающей территорией в данных проектах. Но отвечу по проекту Невада. На самом деле, там у пилотного склада в городе Южно-Сахалинск всего одни ворота на вход и одни ворота на выход, поэтому эта задача, в принципе, не ставилась. Но в общем и целом, в функционале 1С ВМС есть система управления двором, которая позволяет решать данные задачи, то есть управлять выдачей пропусков, поставить машину на стояночные места, распределять их поворотом отгрузки приемки, не контролировать время погрузочных и разгрузочных работ. То есть такой функционал есть, просто в рамках проекта Невада он не использовался. В рамках проекта Сифпон тоже не использовался, но в общем виде, в принципе, я думаю, что можно по следующему шагу предложить реализацию. Зачитаю следующий вопрос. Если компания находится в другой стране, как согласовываются этапы стоимости автоматизации? У нас есть специальная анкета, которую мы можем вам выслать. Вы заполните там параметры вашего склада, после чего с вами свяжется менеджер, обсудит эти параметры, и можно будет сделать предварительно дистанционную оценку этапов стоимости автоматизации. Можно идти поэтапно, то есть оценить, например, первый этап, после чего после поездки, уже после выполнения, первый этап это мы подразумеваем обследование склада, написание технического задания, после этого уже будут уточняться стоимости следующих этапов. Но также я говорю, что все зависит от страны, поскольку там в Казахстан, например, в Белоруссии, в Украину мы спокойно выезжаем. Сейчас речь шла о достаточно удаленных складах. Вопрос. Как осуществляется совместная работа с системами ERP и с какими? На самом деле мы интегрируемся в рамках проекта с абсолютно разными системами корпоративного учета. это продукты линейки 1С, так и западные аналоги. Здесь вопрос в чем? То есть система WMS и система UTMS это отдельная система, которая обменивается данными. Обмен может быть реализован в режиме обмена файлами, в формате XML, TXT и так далее. Может быть реализован обмен посредством веб-сервисов. То есть все зависит от потребности и от способности системы лидирующей, то есть системы ERP, обмениваться информацией. В рамках проектов, о которых мы сейчас говорили, корпоративная система на базе 1С, соответственно, в компании Nevada обмен реализован был посредством веб-сервисов, в компании SIPCON по файловому принципу. Следующий вопрос. В докладе говорилось о том, что компания Сибирская запускала в несколько этапов. Как запускала компания Nevada? Мне проще ответить. Компания запускала пилотный склад сразу, в общем-то, и площадь его позволяла, он не такой большой, как в Сибирской аграрной компании, поэтому запускался единовременно, с остановкой на выходные, была проведена инвентаризация, и, соответственно, с понедельника запуск уже на реальных заказах. Следующий вопрос. Есть ли возможность зарезервировать ячейки под скорое поступление товара? Вообще, система ВМС, она система работы в режиме реального времени, соответственно, резервируется товар тогда, когда мы уже намерены что-то туда размещать. Но в любом случае, вручную это можно будет сделать, зная приблизительный объем поставки. То есть заблокировать ячейки и ждать, когда товар подъедет. Следующий вопрос. При наличии нескольких складов территориально разделенных, как осуществляется взаимодействие систем ВМС, а именно возможности реального времени? Я начну отвечать. Вы можете, если не в ту сторону, поправить и задать уточняющий вопрос. В МС, как правило, на территориально удаленных складах инсталируется для каждого склада своя система отдельная, база данных. И обмен между ними, как правило, не настраивается, они обмениваются с корпоративной системой. То есть каждая ВМС-система локально установленная взаимодействует с корпоративной системой, между собой нет. Хотелось бы понимать, какие взаимодействия между собой вы имеете в виду, между этими складами. То есть, условно говоря, отгрузка с одного склада в другой склад это не перемещение как таковое, для одного склада это отгрузка, подготовка товара к отгрузке, его упаковка, подготовка грузового места. Для следующего склада это уже будет приемка. С пересчетом мест, товара. Коллеги, есть ли у вас еще вопросы? Ну вот, вдогонку уточняющий вопрос, чтобы можно было видеть, какой товар куда и из какого склада перемещаются его остатки. На самом деле, скорее всего, этим управляет офис все-таки, или там, не знаю, как в вашей структуре это называется. Каждый склад управляет своим товаром, а вот уже перемещениями управляет некий головной офис. Соответственно, вот уточняю, что это, скорее всего, нужно смотреть в корпоративной системе, а не в ВМС. И в ней будет это прослеживаться. Есть ли возможность посмотреть на интерфейс программы? Конечно, есть возможность, но, к сожалению, не в рамках сегодняшнего вебинара. Вы можете позвонить нам в офис или обратиться к вашему менеджеру. Вам организуют индивидуальную демонстрацию. Также у нас в компании есть демо-зал, в котором установлено такое оборудование, как можно посмотреть, как работают голосовые технологии, как работает лайфпикинг. То есть мы вас приглашаем, приезжайте, смотрите в офисе. Предварительно нужно согласовать, опять же, время с вашим менеджером. Следующий вопрос. Обязательно ли проводить инвентаризацию полную перед автоматизацией склада? На самом деле вариантов запуска склада несколько. Первый вариант – это остановка и, соответственно, проведение полной инвентаризации, то есть пересчет остатков в разрезе уже адресного хранения. Если мы говорим о переходе, например, с одной ВМС на другую, и у нас есть информация об остатках в разрезе адресного хранения в корпоративной информационной системе, соответственно, мы можем выгрузить остатки предварительно из одной системы в другую и, соответственно, запускаться на имеющейся информации. Но, как правило, исходя из опыта проектов, которые мы реализуем, все же лучше, наверное, начать с полной инвентаризации, которая позволит максимально четко просчитать остатки и уже начать работу в новой системе с наиболее полной информацией. Следующий вопрос больше такой технический по подбору RFID-меток и ТСД. Мы с вами давайте свяжемся отдельно, обсудим эти вопросы лично, потому что тут нужно учитывать индивидуальные требования, для чего закупаются, для каких целей. Вариантов ТСД и меток очень много, посему нужно это лично обсуждать. Следующий вопрос. Корпоративная система. Какая может быть использована, так как важна связь между офисом и складами? По сути, если вы стоите сейчас перед выбором корпоративной системы, то тут нужно больше на ее функциональность вращать внимание, чтобы она соответствовала вашим потребностям. А в целом, мне кажется, уже на текущий момент все корпоративные системы имеют возможность для обмена с внешними системами, как минимум через файловый обмен, через веб-сервисы и так далее. Мы, например, интегрировались с разными и на базе 1С, и не на базе 1С. Главное, чтобы система умела выдавать какие-то данные и обратно забирать. Следующий вопрос. Есть ли опыт интеграции с АП? Да, есть. Еще вопрос с этой же области. Можно ли узнать параметры сервера в первом проекте? Беспокоит вопрос по быстродействию. А на самом деле оборудование подбирается, опять же, с учетом нагрузки на систему. Мы анализируем, какое количество заказов мы обрабатываем, какое количество персонала работает, какое количество строк в документе. И в зависимости от этих параметров мы в рамках проекта вырабатываем как раз рекомендации к серверному оборудованию. Оно достаточно индивидуально. Коллеги, вопросы по поводу стоимости я все-таки предлагаю обсуждать индивидуально. Если у вас еще вопросы из области вот именно логистики, автоматизации, специфики автоматизации вашего склада, мы готовы на такие вопросы ответить. Какие корпоративные системы рекомендует ваша компания? Ну, мы здесь очень пристрастны, поскольку мы внедряем системы на базе 1С, мы порекомендуем, например, 1С управление торговлей, либо 1С ERP. Но, опять же, если быть объективным, нужно анализировать ваши требования. Коллеги, поскольку вопросов, пока нет, с вашего разрешения мы завершим вебинар. Если у вас все-таки остались какие-то вопросы, вы всегда можете нам позвонить по телефону 495-961-2609, либо прислать запрос на электронный адрес ольгамихаилсобачка-акселот.ру. Еще раз напомню, что материалы сегодняшнего вебинара вы потом можете найти на страничке YouTube и на сайтах Акселот и Акселот Логистик.ру. Спасибо вам за внимание. До свидания. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова